Выявить факт хищения электрической энергии в коммунально-бытовом секторе, длительность выполнения задания до 80 минут. Участники команды Барановичской электрической сети в напряжении, ведь их ожидает нелёгкое испытание. Судьи тоже не дремлют, они внимательно наблюдают и оценивают ход работы. От качества полноты выполненных заданий зависит количество набранных баллов. Нам нужно командой найти нарушение работы электросчётчика. Поэтому вот уже некоторые мы нашли нарушение, но это ещё нужно посмотреть. Вот команда работает, а мы вот с Сергеем Ивановичем тут на компьютере. В общем, этап сложный. Работа командная очень важна, потому что если не увидел кто-то один, значит обязательно заметит кто-то другой. То есть это подстраховка каждого члена команды. На другой площадке судейская коллегия в буквальном смысле считает минуты. Этап более чем важный и ответственный. На кону самая ценная жизнь. Уметь оказать первую медицинскую помощь человеку, получившему разряд электрического тока и реанимировать его. Остановить кровотечение и наложить повязку. Сценарные задания максимально приближены к реальным действиям и отрабатываются на тренажёрах. К соревнованиям, в принципе, мы должны к таким, скажем, быть готовыми всегда, потому что нештатные ситуации, в электростановках бывают всякие. Ну, прорабатывали, что-то вспоминали, что-то. Ну, в принципе, готовились немного. Ну, этап, насколько сложный. Ну, в принципе, сложный. Надо как бы не забыть, внимательно всё быть и выполнять действия, которые положены по инструкции. В экстремальных ситуациях это очень-очень необходимо. И, конечно, не смотришь там на силы своё и здоровье в таких ситуациях. Как бы старайся выполнить всё, что от тебя зависит. Соревнования способствуют именно повышению квалификации. Одно дело, когда люди теоретически изучают это. Другой вопрос, когда они отрабатывают те же навыки, вот как здесь, условно, на тренажёре, да, они позволяют уже даже развить механическую, так называемую, память, да. То есть, одно дело, когда человек прочитал, другое дело, когда на руках это всё прочувствовал. Уже при стрессовой ситуации, при несчастном случае, да, когда начинается волнение, уже руки сами знают, что делать. Вот, поэтому надо работать, надо обучать. За три дня девять этапов на базе учебного полигона филиала «Энергетик» Республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго» подобного рода соревнования прошли впервые. В состязании принимали участие команды четырёх подразделений филиалов электрических сетей Республиканского унитарного предприятия «Брестэнерго» лучшие представители брестских, пружанских, барановичских и пинских электросетей. Цель основная, ну, наверное, показать, в принципе, и персоналу остальному «Брестэнерго» основные направления деятельности, которые занимаются с бытовыми подразделениями, потому что, наверное, специфику работы, ну, не каждый даже работник «Брестэнерго» знает. Поэтому основная задача показать, потому что, в принципе, по другим подразделениям, направлениям в электрических сетях соревнований проводится постоянно. А для персонала сбыта это первый раз. Важность их очевидна. Это, во-первых, повышение уровня профессионализма нашего персонала, это отработка практических навыков, это общение и создание форс-мажорных ситуаций на различных стадиях, прохождение этапов. Ну и, конечно же, подготовка к республиканским соревнованиям, которые состоятся уже в сентябре этого года в городе Витебске. Организаторы отмечают, это соревнование стало добрым началом, чтобы сделать его традиционным, ведь от профессионализма сотрудников зависит надежность работы энергосистемы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова